Ну что, мы вспомним, что мы читали в прошлый раз, мы с вами не дочитали предисловие в главе Хелик, и остановились мы на основах, вот эти знаменитые 13 основ веры, то есть догматику, которую впервые, собственно говоря, я в явной форме для иудаизма формулируют рамбом, и мы остановились, по-моему, то ли на седьмой, то ли на восьмой основе, давайте начнем с седьмой, по-моему, мы ее читали, седьмая основа – это пророчество Маше, то есть следует быть уверенным, что Маше – отец всех пророков, бывших до него и после него, и все они ниже него на ступень, и он избран Всевышним из всего человечества. Он постиг и принял Всевышнего больше, чем постиг или постигнет любой человек, бывший или будущий. В каком смысле Маймонит, мы это говорили, да, он превращает Моисея в некую парадигматическую фигуру, в нечеловека в каком смысле, да, то есть это, он дальше и пишет, да, он, мир ему, возвысился над уровнем человеческим настолько, что достиг уровня ангельского и утвердился на уровне ангельском, и не осталось ни одной завесы, которая не была бы разорвана перед ним в клочьях, то есть полное, так сказать, слияние с небесным миром. Ну, что имеется в виду под небесным миром, это, конечно, отдельный вопрос, да, но это мы обсудим, когда будем говорить в целом вот об этих 13 основах веры. Ну, так или иначе, он выделяет, помимо, собственно говоря, самой веры в то, что существуют пророки, то есть существуют люди, которые каким-то образом могут опосредовать взаимодействие между небесным миром, условно, и земным. Есть и вот особая роль Моисея, который как бы, в том смысле, не человек. Ну, и дальше он говорит о том, что хотел бы я здесь объяснить эту удивительную тему и снять замки со стихов Торы, и объяснил бы я слова «Уста кустам», как Бог говорил, да, с Моисеем «Уста кустам», и весь этот стих, и другие о том же. «Если бы не счел все эти темы столь тонкими, что потребуют они многословия, предисловия, аллегория». И прежде нужно было бы объяснить сущность ангелов в их иерархии, а также их отделенность от Творца, и надо было объяснить все о душе, ее способностях. И так дело дойдет до форум, в которых пророки описывали Всевышнего и Ангелов. Да и на этом я не остановился бы, если бы был предельно краток. Я бы уложился страниц в сто, то есть меньше ста страниц на эту тему потратить невозможно, и поэтому Рамбам говорит, что я отложу это для более достойного места, книги, комментарии в Кагоде. Мы помним, что он говорил о том, что он собирается написать книгу «Комментарии в Кагоде», то есть к Томмуническим Дрошот, где объяснит их полноценным образом. Это, собственно, он в самом начале этого предисловия говорил об этом. И вернусь я к этой самой теме, к теме седьмой основы, то есть не буду объяснять все подробно, подробно саму вот эту механику пророчества и особенность пророчества Моисея. Он говорит, что я просто скажу, что пророчество Моисея отличается от пророчества всех остальных пророков четырьмя свойствами. Первое отличие со всеми пророками, он говорил, не иначе как использовал некое посредничество, и только с Машей он говорил непосредственно «Муста кустам». Мы помним, что все равно нужно это все понимать каким-то образом. Что Моисея Всевышний говорил с Моисеем «Муста кустам». «Муста кустам» не мог говорить, у нас была до этого как раз одна из основ веры, что ни в коем случае нельзя приписывать ему телесность, значит, это нужно понимать иносказательно. А как вот он говорит, что в другом месте он объяснит? А пока что нужно иметь в виду, что вот это посредничество Моисея, оно было такое, что он сам в каком-то смысле посредника не имел. Второе отличие ко всем пророкам, пророчество приходило только в состоянии сна или в видении, а у Моисея нет. Он объясняет, что такое в видении или во сне, мы это пропустим. А к Моше приходило слово Всевышнего «средь белой дня», и он стоял между двух херувимов, херувов, как обещал его Всевышний. То есть не было ни видений каких-то, ни сновидений, а было непосредственное общение. И четвертое отличие ко всем остальным пророкам, пророчество приходит не по их свободному выбору, а по воле Всевышнего. Иногда пророчество не приходит годами, иногда люди требуют у пророка ответа, он вынужден ждать днями, месяцами, иногда пророчество не приходит вовсе. Ну, а с Моисеем дело обстоит иначе. У Моисея, значит, он мог в любое время входить и выходить. Как предназначено. Значит, вот эти четыре отличия, четыре отличия пророчества Моисея от всех остальных пророков.